Есть ли такие люди, которые не могут стать бизнесменом? Могут ли они достичь финансовой свободы и успеха? Центр развития человека само именно в этом заключается, чтобы каждый человек, который Богом дано талант в разных областях, чтобы он этот талант смог реализовать и стал финансово свободным. Здравствуйте, господин Довлатов. Как вести бухгалтерию? Да, это понятно, что в таритории СНГ во многих странах еще черный бухгалтерий есть. Это все знают, это все понимают. Самый большой-большой риск в бизнесе, это если вы что-то делаете незаконное. Я с одним человеком хочу открыть продуктовый магазин в садах. Не знаю, что такое, прямо в саду что ли? Открыть бизнес могут все, начать бизнес могут все. А вот как ты его ведешь и как ты закончишь, это самое главное. И где ты будешь через 2 года, 3 года, 5 лет, это важнее. Преста несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Преста лишь, чтобы помогать больше количества людям. Здравствуйте, уважаемые наши читатели, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, зрители. Кто смотрит рубрика «Вопросы до Влатова», спасибо, что смотрит рубрика «Вопросы до Влатова». Сдавайте актуальные вопросы. Под каждой рубрикой есть почта, где можно написать свои вопросы. Мы всегда отвечаем вам. Дорогие мои, пишите вопросы правильно, задавайте вопросы правильно. Коротко, именно суд вещей напишите, конкретно пишите. Чем короче будут ваши вопросы, чем точный вопрос вы зададите, точный ответ вы получите. Вопросы не надо писать в комментариях. В комментариях пишите, что вы брали из того, то, что я здесь отвечаю. И, возможно, комментарии вы делите своим опытом. Если вам понравится, и если вы поняли, что это помогает, рубрика «Вопросы до Влатова», она полезна и так далее, пожалуйста, ставьте лайк, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Поделитесь с ними, направьте им. Вдруг одно эта программа, или одно это предложение, или одно это мысль становится причиной изменения их жизни. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли в этой неделе. Друзья, здравствуйте, уважаемый Довлатов, меня зовут Самат. И у меня вопрос к вам такой. Есть ли такие люди, которые не могут стать бизнесменом? Вобще невозможно. Которые из природы не заложены в них характер бизнесмена. Люди, которые что-то умеют делать хорошо, например, делать массаж, постричься и так далее. То есть стричь, готовить или что-то другое. То есть умеют готовить, умеют машину ремонтировать и так далее. Он профессионал в своем деле, но не бизнесмен. Могут ли они достичь финансовой свободы и успеха? Или всех людей можно научить стать бизнесменом? Надеюсь, что ответите с уважением, Самат. Дорогой мой Самат, конечно, от природы люди созданы по-разному. Кто-то хороший художник, кто-то хороший инженер, кто-то хороший учитель, кто-то хороший врач. Но не обязательно, чтобы все были бизнесменами. Вся суд, моя учеба в этом заключается. Все суд, наша система, Центр развития человека само, именно в этом заключается. Чтобы каждый человек, который Богом дано талант в разных областях, чтобы он этот талант смог реализовать и стал финансово свободным. Не обязательно, чтобы человек был бизнесменом, но обязательно, чтобы он смог построить денежный поток. Не обязательно всем научиться стать бизнесменом, но обязательно, чтобы достигать финансовой стабильности, финансовой свободы. Почему? Ключевой вещь, которая объединяет все эти профессии, это что? Это деньги. Ключевой вещь, которая ни один из нас не обойдется в жизни, независимо от профессии, хоть летчик, хоть инженер, хоть учитель, хоть врач, или хоть официант, или повар, или строитель, или кто угодно, не обойдется без них, это деньги. Значит, просто нужно научиться немножко на финансовой грамотности. И, пожалуйста, используйте мой модель счета по управлению семейным бюджетом. Прочитайте мою книгу «Я и деньги один», «Я и деньги два». Потом следующая, третья книга, которая скоро выходит «Я инвестор». И прочитайте мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Вот эти пять книг конкретно помогут вам реально реализовать вашу стратегию, стать финансово свободным человеком. Постарайтесь попасть на тренинг «Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев». Соответственно, этот капитал с нуля и так далее. «Я инвестор», вот эти тренинги посвящаете, и не имеет значения, специалист в какой направлении, вы однозначно добываетесь финансово свободы. И самое интересное, всем не надо стать бизнесменом, но всем надо иметь знание о деньгах. Это очень неотъемлемый час для успеха. Всем бизнесменом стать не обязательно, потому что по природе не всем надо быть бизнесменом. Поверьте, это правда. Есть люди, которые, они профессионалы в каком-то направлении, они любят свое дело, они должны продолжать в том сфере. Потому что в нашем обществе нужны хорошие повары? Нужны хорошие журналисты? Нужны. Нужны хорошие инженеры? Нужны. Нужны. Все они нужны, дорогие мои. Наше общество очень нуждается профессионалами. Еще как нуждается. Поэтому станете профессионалами в своем деле, однозначно вы станете финансово свободными. Чуть-чуть просто приобретайте знания в области деньги. Вот и все. Займитесь инвестициями, накопите деньги, потом приобретайте активы, и все, вы станете финансово свободными. В любом сфере. Здравствуйте, господин Довлатов. Как вести бухгальтерию? Черная бухгальтерия противозаконна. Белая бухгальтерия налоговая система забирает заработанные деньги. Сыря бухгальтерия, ну тоже не выход. Как быть? Если вы меня спрашиваете, как действительно быть, я могу вам сказать так. Какова ваша, какой, то есть какой ваш цель? Оставаться маленькой компанией, или вы хотите стать крупной компанией? Вы хотите владеть маленьким бизнесом, или все-таки крупным бизнесом? Если вы хотите владеть крупным бизнесом, работайте по-белому. Вот что я вам скажу. Большинство людей, что меня удивляет, удивляет то, что большинство людей, они ведут черную бухгальтерию. Да, это понятно, что территория СНГ, во многих странах еще черная бухгальтерия есть. Это все знают, это все понимают. Есть, это так, есть, все территории СНГ. Потому что законы созданы для того, чтобы черная бухгальтерия существовала. Потому что по-белому работать 100% не так реально выгодно тому предпринимателю, поэтому он так делает. Но есть одна важная вещь. Работая по черной бухгальтерии, вы зарабатываете тысячи долларов, может быть, пять тысяч, может быть, десять тысяч долларов. Внимание обратите. Но когда вы научитесь работать по белой бухгальтерии, вы зарабатываете 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, миллион долларов. Почему? Потому что работая по белой бухгальтерии, со временем в вашем бизнесе все станет видно, капитализация станет видно, рост станет видно, развитие станет видно, и вам легко либо долю бизнеса продавать, либо привлекать инвестиции, либо партнеров найти и так далее, и так далее. Делайте выбор сами, что вам выгодно. Хотите оставаться маленькой компанией, продолжайте делать вот эти серии, черные и так далее. Меня удивляет одно, что люди оберегают тысячи долларов, но теряют сотни тысяч. Самый большой риск в бизнесе, если вы что-то делите незаконно, это самый большой риск, поверьте, это правда, самый большой-большой риск в бизнесе, это если вы что-то делите незаконно. Поэтому лучше посмотрите историю многих мировых компаний. Как они стали мировыми? Потому что они работали серые бухгалтерии, или черные, или белые. Они стали крупными, миллиардные компании, потому что работают по белой бухгалтерии. Просто контролируйте расходы, контролируйте, чтобы у вас чрезмерно не было ошибка бухгалтерии и так далее. Потому что иногда просто пара ошибок ваших бухгалтеров создают огромные расходы. Это правда. Однажды был случай у одного моего ученика, что получается, что они раньше были похожи, как вы говорите, серую бухгалтерию, и получилось так, что он нанимал бухгалтерия, нового бухгалтера, а новый бухгалтер оказался непрофессионалом, неопытным. И что он делал? Все в переходе показал по белому, и ни одного копейка расхода не указал по белому. Получается, что куча переходов есть, и они все как прибыль, сидят в компанию, а расходов почти что нет. Вот представляете, вот одна ошибка, не того бухгалтера нанимал. Это очень большие проблемы создало потом, впоследствии. Законным путем минимизируйте налоги. Законным путем. Посмотрите, все делитесь законным путем, но старайтесь, чтобы найти правильный подход, чтобы чрезмерно налоги у вас не были высокие. Все просто урегулируйте, пожалуйста, законным путем. Уважаемый Сальмурат Довлатов, сегодня первый раз увидел вашу лекцию на ютубе, и отчетливо понял, что мне необходим ваш совет. У меня есть небольшой чайный бизнес, точнее, это сбор альпийских трав Кавказа. Его собирают, правильно сушат и компонуют травники с многолетним опытом. Поэтому эти сборы горных трав имеют приятный вкус, но самое главное, то, что они полезны для здоровья человека. Работают три года, и все, кто попробовал и заваривал эти сборы высказывают только положительные эмоции. Таким образом, моя деятельность приносит людям пользу и здоровье. В деятельности есть люди, которые без зазрения совести продают согретье и алкогол. А я предлагаю людям удовольствие и здоровье. Я нахожусь в Екатеринбурге, и мой бизнес здесь. Я хотел бы его расширять настолько, насколько позволяет объемный спрос. Но с другой стороны, этот сам спрос необходимо и формировать. В настоящее время работаю вместе с дизайнером над обновлением дизайна этикетки. И думаю, подключить соцсети, а именно ресурсы ВКонтакте. Для этого хочу заключить договор с рекламным агентством для раскрутки и продвижения моих полезных сборов. Их три вида. Уважаемый миссию добра и просвещения умы людей. Большое вам спасибо, дорогой. Если у вас есть хороший продукт, но вы чувствуете сигнал со стороны потребителя, чувствуете сигнал со стороны рынка, например, смотрите, со стороны рынка, это кто? Рыник, это потребитель. То есть люди попробовали ваш чай немножечко, и они дают положительные отзывы, хорошие отзывы. Они отзывают очень хорошо о вашем чае. Значит, вам надо активно его продвигать, формировать спрос и продвигать, показать людям. Вам надо научиться маркетингу и продвижении, создании рынка, продвижении вашей продукции. Не будьте, пожалуйста, человеком с мышлением советского человека. Люди, которые СНГ выросли, у них есть такое мышление. Если кому-то надо, он сам спросит. Понимаете, в таком мышлении далеко не пойдете. А в европейцы и американцы что думают? Если у тебя хороший продукт, качественный продукт, который людям помогает, ты обязан его сделать популярным. Ты обязан о нем говорить многим людям. Ты обязан его продвигать, чтобы люди, которые нуждаются этому продукту, они узнали об этом. Так что сделайте свою продукцию очень-очень популярными. Как вы можете сформировать рынок? Вот просто ставьте перед собой задачу 50 точек касаний делать. Первое, что вам надо делать, 50 точек касаний. Второе, найдите, пожалуйста, 3-5 крупных оптовики, дилеры, которые распространят чай по всем розыночным торговцам, розыночным точкам, по магазинам и так далее. Поговорите с ними, договаривайтесь с ними, поставляйте им этот чай. Все, вы поставляете им, они сами его распространяют. А потом постарайтесь обеспечить объем, который им нужен. Старайтесь, чтобы качество не упало. Вот и все. Начните так делять. Если у вас нормальные объемы, деляйте так. Но если это ручной сбор, объемы небольшие, тогда вы соответственно не можете быть конкурентом с липтом или там какие-то массовые чай, пиала, или там еще кто там есть, ахмича, или как там, в общем, бета и так далее. То есть, одним словом, если они ручной его собирают и объем небольшой, тогда попробуйте его с высоким маржа попробовать продавать, но для высокого класса. Упаковка деляйте хорошая, дорогая и так далее, продавайте для высшего класса. Вот и все. Но делайте. Самое главное это делать. Не останавливаться. Если вы хотите стать успешным, что-то надо делать. А чтобы что-то делать, начните от маленького. Начните по маленькому, маленьким-маленьким шагам приближать к большой цели. Ассаламу алейкум, с вами Рада Авлатов. У меня к вам такой вопрос. Я с одним человеком хочу открыть продуктовый магазин в садах. Не знаю, что такое, прямо в саду, что ли? И в этом магазине будет алкогол. Так как, если не будет алкоголя, мало кто туда будет ходить. Я думаю, что ни копейки не брать с дохода алкоголя значит, что мусульманину запрещено продавать алкоголь. Что вы посоветуете мне? Этот человек является не мусульманином, и у него в этом сфере есть опыт. Азарани Рахман, большое вам спасибо, дорогой. Но я тебе скажу так, если это противоречит твоей сенности, просто не делай. Просто не делай. Почему? Я скажу тебе один из примеров, два примера своей собственной жизни. Первый пример, есть у меня ученики, муж, жена, которые построили Дастархан, магазин Дастархана в Джалалабаде. Кстати, у них есть в Ютубе отзывы Эмманура и Джапарзе. Найдите, послушайте, посмотрите, вы увидите. Они построили вот этот Дастархан и так далее. Но 14 лет до встречи со мной у них был небольшой отдел, виноводочный отдел супермаркета. Они только вот этот виноводочный отдел дрожали. Но когда встретились со мной, я смотрю, они начали постепенно намаз читать, потихонечку это противоречило, это их ценности и так далее. Потом я обучал, их направлял, чтобы они супермаркет открыли. Но в самом начале они были убеждены, что без спиртного якобы у них продажа не будет нормальной, якобы прибыль не будет нормальной и так далее. Тогда я настаивал, чтобы начинали они супермаркет запустить. Они начали запустить супермаркет, но первые, помню, что первые 2-3 месяца у них был, по-моему, спиртной. Я точно сейчас не помню, это произошло уже 7-8 лет назад или 6 лет назад, где-то так. Но в начале было у них. Потом я им попросил, чтобы делали анализ, чтобы убедились, что спиртное это не все для бизнеса. Тогда они делали анализ и пришли к выводу, что его надо убрать. И тогда между мужем и женой нормально пошли договоренности. В самом начале просто один из них сказал, что давай оставляем, второй сказал, нет места, не будем продавать. То есть между ними был спор. Чтобы разумно решался этот спор, я сказал им, начните, 2-3 месяца поработайте, посмотрите сами, а потом придите к я правильному решению. Потому что я знал, что все равно рано или поздно они придут к такому пониманию. И слава богу, они пришли, они убрали этот спиртной и даже не чувствовали. Даже не чувствовали, что у них как будто там уменьшилась продажа или чего-то и так далее. Потому что ассортимент увеличился в другой стране и так далее, и так далее. И все равно средний человек вырос, объемы выросли и алхамдуллах хорошо работают, хорошо зарабатывают. То есть делайте то, во что Всевышний гарантирует успех. Делайте то, что соответствует вашей жизненной ценности, во что вы верите. Верьте своим идеалам, соблюдайте все, что говорит ваша религия. Тогда вы просветаете и богатство придет к вам. Теперь второй пример расскажу. У меня есть ресторан в Астане, город Астана, на сегодняшний Нур-Султан. Вы верите, что три года этот ресторан работает, но я ни копейка не беру с этого ресторана только по той причине, что мой партнер убедил меня, что можно сказать, не соглашается, не то, что убедил меня. Мой партнер убежден, что якобы там одной едой якобы невозможно зарабатывать и так далее. Он поставил туда спиртной, а это противоречит моей ценности, но, конечно, это произошло после того, когда мы запустили ресторан и так далее. Проходит уже три года, скоро начнется, вот четвертый год начинается, я никакие прибыли не получаю. Я не говорю, что он получает. Я не уверен, что он хороший прибыль получает оттуда. Я отказал только потому, что там спиртной. И представляете, сколько мои деньги заняты стоят в этом ресторане. Это противоречит моей ценности. И не скажу, что у него хорошо получилось. Поэтому никогда не идите против своей ценности. Никогда не делайте этого. Есть люди, которые кому-то, возможно, кому-то это подходит. Для кого-то это нормально, понимаете? Для кого-то это нормально и самое главное, ведь у него получается в общем. Но есть люди, которые верующие, есть люди, которые духовные, есть люди, которые верят в чистоту, это противоречит их ценности. Тогда у вас барракад не будет, дело не пойдет. Так что не делайте. Хорошо, дорогой мой, полно бизнеса, полно других работ. Очень много работ, очень много полезности, где можете вы зарабатывать деньги. Повторяю, идите туда по той дороге, где гарантируют результат, гарантируют успех Всевышний. Делайте только этого, тогда вы обязательно победите. Понимаете, открыть бизнес могут все, начать бизнес могут все, а вот как ты его ведешь и как ты закончишь, это самое главное. Где ты будешь через 2 года, 3 года, 5 лет, это важнее. Поэтому делайте то, что гарантирует результат Всевышний. Дорогие друзья, в комментариях пишите свое мнение, свой опыт, поделитесь своим опытом. Если вам нравится, о чем мы обучаем, если это действительно полезно, пожалуйста, если это вам помогает, ставьте лайк. Не жадничайте, ставить лайк. Если это вам нравится, почему бы не ставить лайк? Правильно? Прекомендуйте своим друзьям, знакомым, кому эти советы реально помогли бы. Когда вы общаетесь с друзьям, знакомым, вы же видите, что кто нуждает с этим ответом, ну, вы ему приселяете, направляете. Из десяти из тех людей, которые вы направляете, появится несколько человек, которые будут очень-очень вам благодарны. Спасибо вам, до новых встреч.